Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Алина Осокина. Я расскажу вам о новинке фонда нашей библиотеки книги Министерства наивысшего счастья от лауреата Букеровской премии Арунда Тирой. Арунда Тирой – индийская писательница. Ее перу принадлежит роман «Бог мелочей», а также многочисленные эссе и очерки. В 1997 году вышел ее дебютный роман «Бог мелочей». Рукопись была отправлена трем издательствам и вызвала большой интерес. Одному из издателей, Дэвиду Годвину, роман понравился настолько, что он сел в самолет и прилетел в Индию, чтобы стать первым агентом автора. Начав со списка индийских бестселлеров, к концу 1997 года роман был переведен на 15 языков. В этом же году Арунда Тирой стала лауреатом Букеровской премии и получила международную известность. Она жила на кладбище, как дерево. На рассвете она прощалась с воронами и радушно приветствовала вернувшихся крыланов. На закате приветствовала первых и провожала вторых. В промежутках беседовала с тенями грифов, стоящихся в ее высоких ветвях. Она ощущала деликатые прикосновения когтей, как ощущает боль в ампутированной конечности. Каким шестым чувством она догадывалась, что грифы не слишком сожалеют о том, что им пришлось откланяться и сойти со сцены. Когда она впервые поселилась здесь, ей пришлось несколько месяцев испытывать на себе все повседневные жестокости, но она перенесла их как дерево-стойко. Она не оборачивалась, чтобы посмотреть, что за мальчишка швырнул в нее камень. Она не вытягивала шею, чтобы прочесть непристойные оскорбления, нацарапанные на ее коре. Когда люди обзывали ее обидными прозвищами, клоуном без цирка или царицей без дворца, она пропускала их сквозь свои ветви, словно это был ветер. Когда люди обзывали ее обидными прозвищами, клоуном без цирка и царицей без дворца, она пропускала их сквозь свои ветви, словно это был ветер, и прислушивалась к музыке листвы. Этот шелест действовал как целительный бальзам, их смягчал боль. Только после того, как Зиюдин, старый слепой имам, который когда-то возглавлял молитвы Фатихпури Мажджит, подружился с ней и стал регулярно ее навещать, окрестные жители решили, наконец, оставить ее в покое. Давным-давно один человек, который знал английский, сказал ей, что если ее имя написать по-английски задом наперед, то получится Маджнун. Тот человек говорил, что в английском пересказе легенды о Лейле и Маджнуне Маджнуна звали Ромео, а Лейлу Джульеттой. Она нашла это забавно. Ты хочешь сказать, что я кичрия этой истории, спросила она. А что они сделают, если вдруг обнаружится, что Лейла на самом деле был Маджнуном, а Роме Джули. Когда человек, который знал английский, пришел к ней в следующий раз, он признал, что ошибся. Если написать ее имя задом наперед, то получится Муджна. А это слово вовсе даже и не имя, и не значит ровным счетом ничего. На это она ответила. Это совершенно не важно. Во мне существуют все они. Я Роме и Джули, я Лейла и Маджнун. И Муджна почему нет? Кто сказал, что мое имя Аджнун, а не Аджум? Я Анджуман. Я Михфиль. Собрание, единение, всего и ничего, всех и никого. Не хочешь ли ты позвать к нам кого-нибудь еще? Я приглашаю всех. Человек, который знал английский, сказал, что это он очень умная мысль, и сам он ни за что бы до нее не додумался. На это она заметила. Как бы ты мог это сделать с твоим знанием, Мурду? Неужели ты думаешь, что английский автоматически делает тебя умным? Он рассмеялся. Она рассмеялась в ответ. Он угостил ее сигаретой с фильтром и пожаловался, что Уиллс и Невикат слишком короткие и не стоят тех денег, каких за них требует. На это она сказала, что предпочитает их сигаретам Foursquare или очень мужским Red and White. Теперь она уже не помнит его имени. Возможно, она его никогда и не знала. Он ушел, человек, который знал английский. Ушел туда, куда должен был уйти. Она же осталась жить на кладбище за государственным госпиталем. Компанию ей вставлял железный шкаф марки Godredge, где хранилась ее сокровенная музыка. Поцарапанные пластинки, изношенные магнитные ленты, а также старые физгармонии, одежда, драгоценности, сборники стихов, фотоальбомы и несколько газетных вырезок, переживших пожар в доме снов. Ключ висел у нее на шее, на черном шнурке вместе с изогнутой серебряной зубочисткой. Спала она на потертом персидском ковре, который днем запирала в шкаф, а вечером расстилала между двумя могилами. Она никогда не делила его в одном и том же месте две ночи подряд. Это была ее невинная шутка. Она продолжала курить матросский невикат. Однажды утром, когда она, как обычно, читала старому имаму в Сулу газету, он, очевидно, не слушая, спросил, как бы между прочим, истинно ли, что даже некоторых индуистов не сжигают, а хоронят в земле. И вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. Бывают книги, которые моментально погружают в свою атмосферу. Арунда Тирой мастерски умеет это делать. С первых страниц ее язык захватывает и отпускает. Да, у несколько тягучий вязок эту книгу нельзя читать на бегу, но в данном случае это скорее плюс, чем минус. Понять индийскую специфику с ее вниманием к мелочам и традициям невозможно между делом. Уже через пару страниц головой уходишь неторопливое повествование, которое постепенно разворачивает предчитателям карту современной Индии и Кашмира, со всеми ее трагедиями, ужасом и в то же время неумоверной внутренней красотой и силой. Роман написан не в самой простой и легкой для восприятия форме. Сюжет прыгает от одного героя к другому, от одной линии к другой, в тесте газетные вырезки, размышления, допросы свидетелей и различные документы, и стихи, и рассказы. Очень многое сначала совершенно непонятно, но все становится яснее по мере прочтения. Несмотря на всю сложность формы, читалась книга очень легко. Этот роман – многослойный пирог из разных видов драмы. Многие пишут, что роман разочаровал, потому что все ждали, что это похоже на бога мелочей. Правда сходства здесь только в необыкновенном языке Рой, в ее особенности – видение мира. А это как раз и есть причины, по которой я взялась читать эту книгу. В Министерственной высшего счастья Рой пишет о сложных, противоречивых вещах, которые ее волнуют и которым она хочет привлечь внимание. Вещи, которые нам, неживущим в Индии, практически незнакомы. Ответить было трудно, и она помедлила. Истина? Что значит истина? Что такое вообще истина? Не желая отклоняться от выбранной цели, имам механически ответил. Истина есть бог, и бог есть истина. Однако эта мудрость начертана на половине раскрашенных красками грузовиков с ревами, несущихся по скоростному шоссе. Имам прищурил свои слепые зеленые от глукома глаза и спросил коварным зеленоватым шепотом. Скажи мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обманывает ваши тела? Кто произносит молитвы? Анджум долго молчала, не отвечая на вопросы мамы. Потом она наклонилась к нему и произнесла. Имам Сахиб, когда люди говорят о цветах – красном, синим, оранжевым, когда они описывают небо на закате или восход луны в Рамадан. Какие мысли и чувства возникают у тебя? Глубоко, почти смертельно ранив друг друга, они продолжали сидеть рядом на чьей-то залитой солнцем могиле и молча стекали кровью. Первой тишину нарушила Анджум. Это ты должен мне сказать, произнесла она. Это ты, мам Сахиб, а не я? Где умирают старые птицы? Падают ли они нам на голову с неба, словно камни? Спотыкаемся ли мы на улицах об их тела? Разве ты не думаешь, что всевидящий, всемогущий, поместивший нас на эту землю, позаботился о том, чтобы пристойно обставить наш уход? В этот день визит имама окончился раньше обычного. Анджум смотрела, как он уходит, отчетливо стуча своей белой тростью, нащупывая безопасный путь между могилами. Кончик трости звенел, натыкаясь на пустые бутылки и выброшенные шприцы, раскиданные по дорожкам кладбища. Анджум не пыталась его остановить, а бы знал, что он вернется. Как бы тщательно никто не скрывал свое одиночество, она всегда узнавала его с первого взгляда. Стояло мирное время. Во всяком случае, так говорили. Все утро знайный ветер гулял по городским улицам, поднимая тучи мелкой пыли, гоняя по мостовой крышечке пластиковых бутылок и недокуренные сигареты, швыряя все это в стекла автомобилей и в глаза мотоциклиста. Потом ветер стих, и солнце, поднявшееся уже довольно высоко, принялось немилосердно поджаривать город сквозь марево, зевающиеся в воздухе, как танцовщица, исполняющая танец живота. Люди ждали ливня, который обычно всегда приходил после пыльной бури. Но ливня не было. Через плотный строй хижин, сжавшихся друг к другу на берегу реки, пронесся огонь и в одно мгновение сажал более двух тысяч домишек. Но кассия цвела ярким желтым цветом. Каждый знойным до умопомрачения летом она протягивала свои ветки к рыжему раскаленному небу и шептала «Плевать я хотела на тебя». Девочка появилась на свет очень неожиданно, немного позже полуночи. Не пели ангелы и никакие мудрецы не явились, чтобы принести дары. Но на востоке ее появление возвестили тысячи поднявшихся в небо звезд. Мгновение назад ее еще не было. А теперь вот она, извольте, на бетонной мостовой в колыбели из мусора, серебристой сигаретной фольги, полиэтилена и пакетов из-под чипсов. Она лежала в этом неоновом свете, велся столб мошкары. Кожа ее была и синей темной, лоснящейся, как у тюленя. Она уже пришла в сознание, бодрствовала, но молчала, что было странно для такого крошечного создания. Вероятно, уже в эти первые короткие мгновения своей жизни она поняла, что слезы, ее слезы, едва ли кого-нибудь тронут в этом мире. За девочкой следили привязанные к ограде тощие белые клячи, маленькая шелудилая собачонка, садовая ящериц цвета бетона, две пальмовые белки, которым вообще-то уже давно была пора спать, и торчащего из-под крыши шеста раздутая яйцами паучиха. Кроме всей этой публики рядом с девочкой, кажется, не было никого. Город простирался на многие мили вокруг нее, даже не город, а тысячелетние ведьмы, дремлющие, но еще не уснувшие, даже в этот поздний час. Город простирался на многие мили вокруг нее, даже не город, а тысячелетние ведьмы, дремлющие, но еще не уснувшие, даже в этот поздний час. Серые бетонные эстакады дыбились с луны змей на голове этой престарелой медузы Гаргона, переплетаясь в желтом натриево-неоновом мареве. Тела спавших бездомных обрамляли мостовые. Люди лежали друг за другом, упираясь головами в ноги лежащих рядом, и так до самого горизонта. В морщинах дряблой кожи скрывались старые заплесневелые тайны. Каждая морщинка была улица, на каждой улице творился карнавал. Каждый скрипящий от артрицы сустав являл площадь, где ежечасно разыгрывались представления о любви и безумии, глупостях, восторге и неописуемых жестокостях. Эти истории разыгрывали здесь много столетий, но это же стало и зарей возрождения. Новые хозяева старой корги решили скрыть набухшие узловатые варикозные веды под узорчатыми импортными чулками. Втиснуть под акрические ноги востроносые туфельки на высоких шпильках. Хозяевам очень хотелось, чтобы страшная ведьма пихляла пораженными артритом бедрами, а губы сложила в непривычную оптимистическую и приветливую улыбку. В это лето старую бабку решили превратить в молоденькую девочку. Как же иначе? Ведь ей же суждено стать суперстолицей новой мировой супердержавы – Индия. Это заклинание сыпалось отовсюду, с телевизионных экранов, из музыкальных видеофильмов. Его можно было прочесть в газетах и услышать на деловых конференциях и ярмарках современных вооружений, на экономических конклавах и встречах по проблемам окружающей среды, на книжных ярмарках и конкурсах красоты «Индия, Индия, Индия». Растянутые по всему городу огромные плакаты, щедро оплаченные одной английской газетой и фирмой, производящей отбеливающую кожу крем, гласили «Наше время пришло». Появилась сеть магазинов «Кмарт», на подходе были Уолмарт и Старбакс, а в рекламе «Бритиш Эйрвейс», мелькавшем в телевизоры, «Люди мира распевали Гаятри мантру». Первый за 20 лет роман Арундати Рой «Министерство наивысшего счастья» приглашает нас в увлекательное путешествие в темноту старого Делии и сияющей торговой ряды нового центра метрополии, к снежным вершинам и долинам Кашмира и лесам Центральной Индии, где война – это мир, а мир – это война, и где время от времени объявляют, что наступила нормальная жизнь. Это история учительной любви и решительного протеста. Она рассказывается то шепотом, то весь голос, то сквозь слезы, а то и со смехом. Ее герои – это сломленные миром люди, которые были спасены любовью и надеждой. Поэтому они столь же тверды, сколь хрупкие и никогда не сдаются. А найти книгу «Министерство наивысшего счастья» вы сможете в Центре чтения Дворца книги. А вы читали о Рудате Рой? Делитесь в комментариях.